9 июня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Совета по сохранению и развитию Дагопилской крепости, во время которого обсуждались вопросы преобразования недвижимости в исторической зоне. Главными темами стало возможное развитие крепостного госпиталя и двухэтажной казармы, которая уже в прошлом году была выкуплена местной фирмой. Заинтересованный инвестор выразил желание создать на базе военного госпиталя пятизвездочную гостиницу с услугами СПА, медицинского и спортивного центра, сохраняя историческую аутентичность комплекса. Этот объект, имеющий площадь более чем 10 тысяч квадратных метров, не был использован с 1994 года и имеет устаревшую архитектурно-искусствоведческую инвентаризацию. Сейчас, если мы хотим разрабатывать новый технический проект, если инвестор действительно придет, если он действительно обладает серьезными намерениями для этого большого, важного проекта, то, в принципе, он должен был начать именно с разработки нового, актуализированного архитектурного и искусствоведческого исследования, потому что за 10 лет очень много что поменялось. Ситуация с казармой, которая располагается напротив зонального архива, несколько отличается. Этот объект уже выкуплен, и его намерены превратить в здание с апартаментами и гостиничными услугами. Однако в процессе подготовки к ремонтным работам выяснилось, что к строению нужно сделать подвод электричества с достаточной мощностью, тогда как под станцией в крепости не рассчитано на появление новых крупных точек потребления. Члены совета пришли к выводу, что такую задачу нужно решать комплексно, думая в перспективе о других подключениях. На самом деле мы благодарны собственнику новой Николаевской казармы за поднятый вопрос, потому что, в принципе, он решает не только свой какой-то индивидуальный интерес. Мы столкнулись с тем, что действительно те модернизированные подстанции электрические, которые установили с Adelstikos еще лет 5-6 назад, получается, что в них технически нет возможности подключить больше объекта. А вот последние два года показали, что интерес к крепости возрос. За последние пару лет в Дамгупелской крепости произошли серьезные перемены в плане владения недвижимостью. Некоторые объекты были выкуплены у Сомправления или у ГАО «Государственное недвижимое имущество». Это здания по улице Михаила 10, Николая 2 и другие. В то же время некоторые объекты перешли или находятся в процессе перехода во владение Сомправления. Постройка на улице Михаила 2, зона первого бастиона и другие. Происходит активная перекупка исторической недвижимости между частными и юридическими лицами. Все это свидетельствует о возрастающем интересе инвесторов к данной части города. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дамгупелской городской думы.